Библейский портал экзегет.ру представляет по сравнению с книгой «Царств», которая в четырех томах, которая описывает все, как было, судя по всему, и очень подробно и конкретно говорит о грехопадениях, о каких-то некрасивых историях, не говорит об этом Паралипоменон. А тут вдруг возникает одна проблема. Давид созвал на совет начальников тысячных отрядов и сотен, и всех остальных военачальников, а затем обратился ко всей общине Израиля. «Если угодно это вам, если есть на то воля Господа, Бога нашего». Какое, кстати, прекрасное начало. «Если угодно это вам, если на то воля Бога». Мы хотим сказать наоборот. «Если Богу угодно, и вы согласны». Откуда мы знаем, есть ли воля Бога? Собственно, мы пробуем и наблюдаем результат. Поэтому давайте мы решим сначала с вами. И Давид не тиран. Кстати, книга это постоянно подчеркивает. Он принимает к себе людей, где он прислушивается к ним. И он начинает с такого прям демократичного обращения, если это вам угодно. «Если есть на то воля Господа, Бога нашего». Давайте разошлем гонцов по всему Израилю, к нашим родичам, и к священникам, и левитам, по их городам и пастбищам. Пусть они соберутся к нам, и тогда перенесем к себе ковчег Бога нашего, к которому мы перестали обращаться во время правления Саула. Ковчег, он находится в каком-то определенном месте, и это место, собственно говоря, довольно случайно. Вот когда-то Ферестима лениво захватили, и потом его отправили. Там на коровах была целая история, да, в книгах царства описанная. И они там где-то остановились, эти коровы на границе. Собственно, там ковчег, главная святыня, и находился. Об этом в первой книге царств, седьмой главе рассказано. И вот он там и лежит, как, знаете, на складе какая-то вещь, которую засунули в дальний угол и забыли. И вот это ковчег, главная святыня израильтян. Ничего себе. То есть, оказывается, Давид воцарился не для того, чтобы сладко спать, есть, пить, чтобы женщин у него было много, а у него было много их. Об этом, кстати, книга говорит в родословии Давида. Но для того, чтобы восстановить попранное богопочитание. Вот это важный момент. И он решает, что это должно быть общим решением, а не просто его личным благочестивым поступком. Перенесем к себе ковчег, бога нашего, к которому мы перестали обращаться во время направления Саула. А заодно и ответ, а что ж с Саулом-то было не так? В книгах царств мы видим, там более подробно расписано, он там жертвоприношение стал приносить, когда должен был ждать Самуила, пророка. А здесь вот просто, даже без подробностей, проблема не в одном Сауле. Проблема в том, что при Сауле Израиль как-то стал забывать о Боге, поэтому нужен другой царь. И это царь Давид. И это решение народа. Смотрите, мы же помним, что аудитория, это израильтяне, вернувшиеся из плена, да? Вот у вас тоже есть какой-то предводитель, есть какие-то пророки, есть какие-то священники, ну, благочестивые люди, которые вам говорят, что это важно. Если вы не будете в этом принимать участие, если не будет это вашим, нашим с вами общим решением, все бесполезно. Давид собрал всех израильтян от Шихора Египетского до Левого Хамата, ну, то есть, как у нас говорят там, от Калининграда до Владивостока, чтобы перенести ковчег Божий из Кириата и Иорима. Давид и все израильтяне отправились в узейский город Балу в Кириата и Иорим. Это место, где ковчег, да? Бала и Кириата и Иорим, два его названия. Чтобы перенести оттуда ковчег Господу Бога, выседающего на херуимах. Херуимы некоторые духовные сущности, но вот там он понимается, этот ковчег, как трон. И поскольку есть изображения херуимов, литые на нем, то вот Господь выседает на них. А символически то, что он на неких вот бесплотных духах вот в этом каком-то небесном дворце восседает. Ковчег, осененный именем его. То есть ковчег, осененный именем, ковчег, над которым это имя, да, и которое дает ему тень. Ковчег повезли на новой телеге из дома Авинодава. Почему на новой? Потому что все, что связано с Богом, должно быть особым. Нельзя взять телегу, на которую до этого дрова возили, да, а только специально сделанную. Дом Авинодава, очевидно, где он был, Ауза и Ахио вели телегу. Ну, двое каких-то помощников Давида, его сыновьям, как пишет вторая книга царства. Давид и все израильтяне, что было сил, плясали, пред Богом пели, играли на лирах, цитрах и трубах, били в бубны и кимвалы. Такая странная молитва, да, нет бы им что-нибудь такое, петь какие-нибудь псалмы, но псалмов еще, наверное, не было. Давид у нас как-то первый псалмопевец считается. Ну, молитвы-то были, а они устраивают просто праздник. Вот им просто хорошо и весело. Это тоже молитва. Плясать перед Богом. В царствах даже есть длинная история про то, как Давид плясал, веселился, а его жена Милхол этого не оценила, и за это получила резкий упрек и наказание даже от Бога. Вот здесь этого нету, но танец как форма молитвы, как ни странно, есть. Когда они подошли к гумнукидону, валы едва не сбросили с телеги и ковчег. Ну, понятно, там дорога неровная где-то местами, валы, может быть, не всегда одинаково ровно идут. И Уза придержал его рукой. Ну, молодец, не дал упасть ему на землю. Господь разгневался на Узу за то, что он дотронулся до ковчега и убил его. Уза упал замертво там же перед Богом. Давид опечалился из-за того, что Господь убил Узу и назвал это место Перецуза, так оно называется по сей день. Перецуза, ну, можно перевести как там удар Узы или поражение Узы, или погибель его. И не поясняет нам автор, за что же Господь разгневался, тот не дал ковчегу упасть Узим. Но вообще-то об этом говорил из пятикнижей, довольно подробно, особенно в исходе это все описано. Ковчегу прикасаются только священники. Вот его нельзя воспринимать как такой, знаете, шкаф, который перевозят, и там что-то кто-то из грузчиков не уследил, шкаф сейчас упадет, разобьется, другой подхватил его, там, подставил плечо. Так нельзя, это не шкаф. И даже из самых благочестивых соображений нельзя к этому ковчегу относиться как вот к чему-то подобному. В тот день Давид испугался Бога и подумал, как же я принесу ковчег Господа к себе? А как вот, как быть с тем, что мы не можем даже коснуться, чего мы коснуться не можем? Он не стал везти ковчег Господа в город Давидов и отправил его в дом ОВД дома, выходца из Гата, ну, вообще первый попавшийся дом там по дороге. Три месяца оставался ковчег Господа в доме ОВД дома. Господь благословил дом, семью, имущество ОВД дома. Эдом, еще и название другого народа. Зачем здесь эта история? Не надо бы сказать, Давид перенес ковчег к себе. Ну, мало ли, что в два приема. Ну, бывает. А ведь это тоже очень важная для книги про Липоменен деталь. То, что там были гражданские войны, то, что там Саул гнал Давида, это их личная история. А то, что с ковчегом нельзя как со шкафом, которые везут с одной квартиры на другую. Вот это важно. То есть, книги про Липоменен это действительно история с точки зрения левитов и священников. И само желание Давида перевести ковчег значимо. И вот эта не очень удачная попытка приведущая к гибели не слишком внимательного, благочестивого юноши тоже значима, потому что показывает, это не просто вот груз, это что-то особое, священное, с этим надо по-особому. И перевезти его в Иерусалим, который только что захвачен, а где он там будет стоять? Что, новый склад, что ли, случайный дом? Вот об этом следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok